Позвольте вернуться в некоторую историю, не столь, так сказать, далекую, и напомнить, что в первых рекомендациях по лечению стабильной стенокардии 1997 года, это Европейского общества кардиологов, кстати, первые рекомендации. Вот вы видите в разделе «Профилактика инфаркта миокарда и смерти» липидснижающие препараты с целевым уровнем холестерина низкой плотности меньше 2,6. Фиксируем, 1997 год. То есть это получается у нас, аккурат, почти 25 лет тому назад был установлен целевой уровень для пациентов с ишемической болезнью сердца. Кстати, он на тот момент действовал для больных с инфарктом миокарда. И надо сказать, что вот идеология создания целевых уровней, в том числе для больных с инфарктом миокарда, она во многом определяется как раз вот с результатами проведенных исследований, начало которым открыло исследование 4С. Видите, начинается с этого эпоха исследований по лепидснижающей терапии в 1995 год. И дальше другие исследования, первичная профилактика, вторичная профилактика. И особняком, конечно, стоят исследования у больных с острым инфарктом миокарда, некоторые из которых приведены на этом слайде. Вот что означают эти данные на этой картинке? Вот эти оранжевые стрелки, толстые, идущие вниз, вверх – это исходный средний уровень в группе вмешательства, а острие этой полоски – это достигнутый в рамках этого исследования в группе вмешательства или в группе интенсивного вмешательства по сравнению со стандартным, как, например, в исследовании Прувет. А вот далее вы видите линии серого цвета, пунктирные линии – это целевые значения по холестерину низкой плотности в предыдущих рекомендациях европейского общества. И вы видите, как постепенно двигаются вниз вот эти линии. И вот в нижней части красные уже линии пунктирные – это современные целевые уровни, которые мы рекомендуем для пациента очень высокого риска, в том числе и пациентов, которые имеют крайне высокие риски развития повторных ишемических событий, а именно 1,4 мм на литр и, соответственно, 1,0 мм на литр. Во многом, конечно, такой прогресс связан с результатами особенно трех исследований, на которые я обратил внимание. Это Прувет – исследование, представленное в начале 2000-х годов, которое показало, вот очень хорошо, обратите внимание, в левой части – это достигнутый уровень холестерина низкой плотности. И вы видите, что лучшие результаты были тогда, когда холестерин низкой плотности был, в частности, меньше 40 мг на децилитр. Наиболее выраженное, эффективное снижение риска событий, которые вошли в первичную, конечную точку. Я напомню, что здесь речь идет о на тот момент стандартном лечении с помощью правостатина по сравнению с интенсивным снижением, аторвостатином 80 мг у больных, которые только что перенесли острый инфаркт миокарда. Второе исследование уже 2015 год – импрувет. Импрувет. Это исследование, где также у больных после инфаркта миокарда назначался либо симвостатин, либо в группе интенсивного вмешательства симвостатин вместе с азитимиром. И что показало это исследование? Там, где был больше снижен холестерин низкой плотности, а это произошло в группе комбинированной лекарственной терапии, там был лучший прогноз. Там в большей степени снижался риск сердечно-сосудистых событий. Но надо сказать, что в этом исследовании достигнутый уровень был еще меньше, чем в предыдущем исследовании. Кто тогда взяли и суммировали ранее проведенные исследования, то оказалось, обратите внимание, в левой части это время после перенесенного инфаркта миокарда – 24 месяца. И мы с вами хорошо видим, что начиная уже с 4-го, и особенно с 6-го месяца после перенесенного инфаркта миокарда снижение риска событий на 24%. И самое главное – это достоверное отличие. То есть мы видим, что довольно быстро, уже в течение ближайших нескольких месяцев, концепция по более интенсивному снижению холестерина трансформируется в явные клинические преимущества. Какие? В снижении сердечно-сосудистого риска, в меньшей вероятности развития повторного инфаркта миокарда, ишемического инсульта, в том числе и смерти, связанной с сердечно-сосудистыми причинами. И надо сказать, что эта концепция получает дополнительное развитие, как бы новые импульсы после исследования, где изучается уже новый класс липидснижающих препаратов. Это ингибиторы PC-SK9. И здесь особое место занимает исследование ADC Outcomes, где пациентам буквально в течение ближайших нескольких недель после инфаркта миокарда интенсифицировали терапию с помощью алирокумаба, ингибитора PC-SK9. И вы видите, что пациенты, у которых был более низкий уровень холестерина, достигнутый в рамках этого исследования, риск сердечно-сосудистых событий в значительной степени снизился. Таким образом, при более низком уровне холестерина или попродыдов низкой плотности, мы получаем более высокие клинические преимущества в плане снижения сердечно-сосудистого риска. Надо сказать, что эта концепция по времени развертывается, и чем более длительно лечатся такие пациенты, тем мы видим более значительное снижение риска развития сердечно-сосудистых событий. Например, если взять все исследование в левой части этого слайда, а в правой части была выделена подгруппа пациентов, которые в рамках исследования продолжительность лечения алирокумабом составила более трех лет, то мы видим, что здесь результат выше, чем на более короткой и средней дистанции этого исследования. Это говорит о том, что эффекты клинические не ослабевают, они только увеличиваются по мере того, как увеличится продолжительность лечения. Что, конечно, чрезвычайно важно отметить с учетом нашей концепции непрерывного, без ограничений по времени, применения препаратов, лепить снижающие действия с целью улучшения прогнозов у пациентов с ишемической болезнью сердца. Что еще показало исследование Одиссей? Оно показало, что чем выше исходные уровни холестерина и лепопротедов низкой плотности, тем больше клинические результаты исследования. И вот вы видите, когда пациентов разделили на три подгруппы, оказалось, что самый максимальный эффект, клинический эффект, был софиксирован у пациентов с исходным уровнем холестерина и лепопротедов низкой плотности более 100 миллиграмм или, соответственно, более 2,6 миллимоль на литр. То есть, иными словами, чем выше исходный уровень, тем клинические результаты снижения риска сердечно-сосудистых событий проявляются более рельефно при интенсивной лепитснижающей терапии. Вот эти и другие исследования, они стали основанием формирования нового целевого уровня холестерина, в частности у пациентов с острым коронарным синдромом. Рекомендации в европейских 2019 года и, соответственно, в рекомендациях российских 2020 года, вы видите, отмечается, что при наличии диагноза острого коронарного синдрома при отсутствии противопоказаний, разумеется, или установленной непереносимости на прединфарктной ситуации рекомендуется начать и продолжить терапию статинами в высоких дозах как можно раньше, вне зависимости от исходных показателей холестерина либо прогресса низкой плотности. Затем, в соответствии с рекомендациями, должен быть проведен контроль. Это, разумеется, уже амбулаторный этап наступает. Здесь хочу особо подчеркнуть важность как раз мониторинга этого показателя на амбулаторном этапе. Видите, приблизительно через месяц-полтора после того, как развился острый коронарный синдром и была инициирована терапия статинами высокой интенсивности в высоких дозах, мы смотрим, достигнут целевой показатель меньше 1,4 ммол на литр или нет. Разумеется, одновременно проводится оценка безопасности такой терапии. И если целевой уровень не был достигнут, то вы видите, что необходимо добавить терапию азитимима. Если на тот момент уже была выбрана, так сказать, дозировка статинов, или вы чувствуете, что все равно увеличение дозы статинов не приведет к достижению целевого показателя в силу просто ограниченности этого маневра, добавляется азитимим. И, наконец, вы видите, что дальше в стандартной ситуации, если при очередном рассмотрении показателей лепидного обмена они будут не на солевых уровнях, то здесь наступает черед нового класса лепидоснижающей терапии. Это назначение ингибиторов PC-SK9, конвертазы, пропротеиновые конвертазы девятого типа. Речь идет о алирокумабе или эволокумабе, которые, я напомню, назначаются парамперально, которые вводятся приблизительно раз в две недели и раз в четыре недели, то есть раз в месяц, что, в общем-то, удобно для пациента и обеспечивает хороший лепидоснижающий эффект. Дальше я хочу отметить, но здесь класс рекомендаций чуть-чуть меньше, хотя тоже очень высокий 2А. Вы видите, что у пациентов с острым коронарным синдромом, у которых при поступлении, то есть при стационаре, при бывании в стационаре, фиксируются очень высокие показатели холестерина низкой плотности, несмотря на ранее проводимую терапию максимальными дозами статина, то здесь вы видите, можно рассмотреть более раннее начало терапии ингибиторами писяскинами. И вы видите, что по возможности такую терапию следует инициировать прямо во время госпитализации в связи с коронарным событием. То есть, иными словами, индивидуально врач может инициировать более активную лепидоснижающую терапию ингибиторами писяскинами раньше. Это может быть после добавления ингибитора эзетимиба, извините, или вместо добавления эзетимиба. То есть, здесь есть, в принципе, маневр у врача до того, чтобы, самое главное, достичь целевого показателя. Ну, а в тех случаях, когда у вас имеются данные о непереносимости статина, если это действительно подтверждается, то тогда вы поступаете по-другому. Здесь может инициироваться терапия эзетимиба и терапия ингибиторами писяскинами. То есть, иными словами, вы видите, есть довольно большая свобода маневра. Главное, максимально быстро достичь целевого уровня. Вот здесь приводятся как раз данные, а что, собственно говоря, позволяет нам сделать в плане контроля липидных показателей современная липидоснижающая терапия. И дальше вы видите зависимость от интенсивности статинотерапии, использования в комбинации с эзетимибом, приседения ингибиторов в писяскинами, в монотерапии или в комбинированном виде. Соответственно, среднее снижение холестерина либо продаватель низкой плотности. Обратите внимание, что при терапии максимальной интенсивности вы можете рассчитывать на более чем 80% снижение исходного уровня холестерина либо продаватель низкой плотности. То есть, по сути дела, вы можете управлять, целенаправленно управлять этим процессом. И самое главное, что практически всегда вы можете получить желаемый результат. Главное, если поставлена такая задача, то вы можете ее достичь практически без каких-либо существенных ограничений. Это говорит просто о больших возможностях лепидснижающей терапии в современных условиях. Что бы я хотел отметить, уважаемые коллеги, вот в этой, на первый взгляд, достаточно простой концепции достижения целевого уровня холестерина, мы его обозначили меньше 1,4, у больных с острым коронарным синдромом. Надо сказать, что есть определенные проблемы. Вот если мы вернемся к ранее цитированной исследованию ПРУВИТ, то в рамках этого исследования оказалось, что даже на фоне высокоинтенсивной терапии статинами, а торвостатин 80 миллиграммов, далеко не у всех больных мы можем достичь показателя, это еще по старым, так сказать, рекомендации, меньше 1,8 миллимоль на литр. Вы это хорошо видите. Получается, что треть больных имела на такой терапии не целевой уровень холестерина низкой плотности. А если мы сейчас немножко сдвинем вот этот целевой показатель влево, целевой уровень холестерина, то мы обнаружим, что процент больных, которые не достигают на 80% например, от ровостатина, или очень близкие будут данные, приблизительно данные такие же на розовостатину 40 миллиграммов, мы увидим, что этот процент увеличится. Таким образом, мы понимаем с вами, что для целого ряда больных, для довольно большой популяции, в конечном итоге должна быть применена комбинированная лепидоснижающая терапия. А вот быстрота достижения целевого уровня тоже имеет огромное значение. И надо сказать, что сегодня мы можем очень быстро снижать холестерин низкой плотности. Я вам хочу привести пример исследования, где пациентам уже в течение первых 24 часов после поступления в стационар назначался аллерокума, что позволяло уже через течение трех суток снизить на 33%, а к 14 суткам на 71% исходный уровень холестерина либо процедур низкой плотности. Это говорит о том, что ингибиторы PCS-9 обладают не только выраженными лепидоснижающими эффектами, но они обладают еще и достаточно быстрыми лепидоснижающими эффектами, которые нам позволяют быстро взять под контроль показатели липидного обмена. Сегодня пока мы не знаем, насколько это будет корреспондировать к улучшению, к еще лучшему прогнозу у этих пациентов. Для этого, конечно, необходимы специально организованные исследования. Но то, что это можно сделать быстро и безопасно, в том числе начиная с острого периода инфаркта миокарда, не вызывает никакого сомнения. На что еще хотел обратить ваше внимание. Дело в том, что в недавно представленном исследовании, оно относительно небольшое по включенным пациентам, ведь речь идет о 160 пациентов, у которых был инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, у которых отмечалась неконтролируемая холестерин низкой плотности на фоне статинотерапии высокой интенсивности или получавшие низкую интенсивность, имеющие более высокие показатели или не получающие статинотерапии, больные были разные в этом исследовании, входили с острым инфарктом миокарда, их отбирали и, соответственно, этим пациентам проводилось специальное обследование оптической когерентной томографии. Для чего? Для того, чтобы оценить состояние нескольких атеросклеротических бляшек, в том числе те, которые были связаны с развитием инфаркта миокарда. Затем этим пациентам начиналась терапия, естественно, они получали статинотерапию, добавлялась либо плацебо, либо назначался эволокумаб, вот вы видите его дозировка 420 миллиграмм под кожу один раз в месяц. И затем в конце исследования, видите, это было годичное наблюдение, проводилось повторное исследование оптической когерентной томографии внутрисосудистого звукового исследования коронарных артерий, для того, чтобы оценить динамику атеросклеротических бляшек коронарных артерий. При этом я хочу отметить, что у пациентов, вы видите это хорошо на этом слайде, получавших дополнительно терапию эволокумабом, наблюдалось очень значительное снижение холестерина липопротедов низкой плотности. Видите, 28 миллиграмм на децилитр, значительное снижение со 140 исходных миллиграмм на децилитр. В группе плацебо тоже было снижение, но оно было, вы видите, фактически почти в три раза меньше. Еще раз мы отмечаем, что терапия ингибитора MPC-SK9, конечно, показывает очень выраженный лепитоснижающий эффект. Ну, а что касается состояния атеромы. В этом исследовании было показано, что толщина фиброзной капсулы была значительно больше у пациентов, которые получали терапию волокумабом. О чем это говорит? Это говорит о том, что атеросклеротическая бляшка была более прочная и в конечном итоге, как мы считаем, она будет менее подвержена деструкции, разрыву и, так сказать, формирования нового тромботического события, развития нового тромботического события, образования тромбоза коронарной артерии. То есть, иными словами, одним, так сказать, из механизма благоприятного влияния этого класса препаратов является укрепление атеросклеротической бляшки, что, конечно, чрезвычайно важно для снижения риска развития ишемических событий. Ну, вот если посмотреть на нашу госпитальную практику, а это данные регистра острого коронарного синдрома, в рамках которого мониторировалась ситуация у нас в кардиоцентре в Москве. Что оказалось? Оказалось, что 70%, которые были госпитализированы с острым коронарным синдромом, до развития инфаркта миокарда уже имели установленный диагноз сердечно-сосудистых заболеваний. Что говорит о том, что они уже еще до инфаркта миокарда уже относились к агорте очень высокого сердечно-сосудистого риска. Между тем, из этих пациентов с уже ранее установленным сердечно-сосудистым заболеванием, только 30% до поступления получали статинотерапию. А контролируемый уровень холестерина по старым еще критериям, опять же, меньше 1,4 миллимоль на литр, имели только 9% больных. То есть, иными словами, это говорит о том, что, конечно, до сих пор контроль липидных показаний остается неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют и данные европейских исследований. Я хочу напомнить, что Евроэспайра программа это фактически мониторинг ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их лечением в европейских странах. И вот здесь представлены две диаграммы результата Евроэспайра 4, который закончился в 2015 году, и Евроэспайра 5, который закончился в 2017 году, и на данный момент является, так сказать, последним по времени этапом этого исследования. И вот здесь хорошо видно, что анализируется группа, как раз перенесших коронарное событие. Оказывается, что только треть этих пациентов имеет контролируемый уровень калестерина низкой плотности. Только треть имеет контролируемый уровень. Причем по показателю, меньше 1,8 миллимоль на литр. Надо сказать, что процент это несколько увеличивается по сравнению с ранее проведенным этапом. Это хорошо. И надо сказать, что вот этот контроль позволяет, улучшается за счет использования схем комбинированной лекарственной терапии. И вы видите, какие здесь присутствуют разнообразные схемы. Это и высокоинтенсивная статинотерапия, аторва и розовый статин. Это комбинация с азитимибом. Это комбинация высокоинтенсивных статинов с азитимибом. Ну и наконец, назначение ингибиторов пестискина в виде монотерапии или комбинации. Но, к сожалению, последнее, как, впрочем, азитимиб, это менее 10%. То есть, иными словами, возможности лепить снижающую терапию у больных, перенесших коронарное событие, по-прежнему явно недостаточно. Между тем, в нашей стране вот уже второй год действует программа обеспечения ингибиторами пестискина. Она, конечно, опирается на целый ряд федеральных и региональных льгот. Кстати говоря, я хочу отметить, что относительно недавно было принято решение о бесплатном льготном выделении статина для лечения пациентов, перенесших острые коронарные события уже не год, а в течение двух лет. Более того, вот эта программа льготное обеспечение статинами, она дополнена возможностью получения ингибиторов пестискина. Это дорогой класс препаратов, но, видите, существуют региональные и федеральные льготы. Я сейчас не буду вдаваться в конкретные детали, но надо сказать, что, в принципе, это уже разработанная технология. Важно о ней помнить, есть соответствующие направления, и вы видите, что эта программа действует уже с 1 января 2020 года. Но удивительная вещь, на примере Москвы, а в беседе с главным кардиологом города Москвы профессора Васильева это выяснилось, и я об этом узнал конкретно, что называется, от очевидцев, не выбирается регулярно вот эта льгота, не назначается ингибитор описательная, не направляется пациентам на такое соответствующее лечение, которое сегодня доступно реализуется, в частности, в рамках дневного стационара, есть целый ряд моментов. Самое главное, что такая программа есть, но у нас есть сегодня реальная возможность достичь целевого уровня холестерина или протеофильской плотности у пациентов, имеющих очень высокие риски и шилипских событий, к которым вне всякого конечно сомнения относятся больные, перенесшие острый коронарный синдром, перенесшие инфаркт миокарда. Об этом надо помнить. Важно сохранять преемственность между назначениями, которые сделаны были в стационаре, рекомендации принимать статины, и что очень важно отметить, рекомендации контролировать дальнейший уровень холестерина лепоподов низкой плотности и вносить соответствующие коррективы. Но я думаю, что выписки из стационара больного, который перенес инфаркт миокарда, надо врачу еще записать и сказать больному о том, что у него сегодня есть возможности бесплатного получения леписнижающей терапии, в том числе и в дорогостоящую составляющую, такую как ингибитор эписискинайт, при необходимости и соответственно реализовать этот момент. Ну и в завершение коллеги я хотел бы отметить, что по сути дела мы сегодня не установили еще окончательный уровень холестерина лепоподов низкой плотности, при достижении которого плюсы исчезнут и перейдут в некие минусы. Сегодня фактически мы всякий раз в исследованиях с более мощными леписнижающими препаратами достигаем все более и более низких уровней холестерина низкой плотности. И по сути дело кажется, что нет этого предела. Когда очередной новый низкий уровень оказывается более эффективным в клиническом плане, я хочу подчеркнуть, сейчас у меня не было возможности детально там останавливаться, он остается и самое главное безопасным. Поэтому не случайно один из выдающихся кардиологов современности Юджин Бронвальд из Соединенных Штатов Америки, он сказал, вы никогда не можете быть слишком богатым, слишком загорелым или иметь слишком низкий холестерин либо протеидов низкой плотности. Запомните эти слова и всякий раз вспоминайте о них, когда вы лечите своих больных, особенно когорт очень высокого риска больных, перенесших инфаркт миокарда. Спасибо. Юрий Александрович, большое спасибо. Но вы знаете,